В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! В больнице скончалась Белгородка, пострадавшая при атаке ВСУ 16 сентября. 10 дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. За прошедшие сутки 6 человек пострадали при обстреле Белгородской области вооруженными силами Украины. Шебекина мужчина получил контузию и осколочное ранение мягких тканей грудной клетки. В больницу его доставили бойцы самообороны. Госпитализированные четверо жителей Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Также мужчину с осколочным ранением ноги после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. Помимо этого, в хуторе Екатериновка Волоконовского района дрон Камикадзе атаковал «Газель». У водителя осколочные ранения лица, предплечья и бедра. Всего по 31 региону выпущено около 120 боеприпасов и более 20 беспилотников. Отряд по уничтожению беспилотной авиации противника сформированы с бойцов староскольской территориальной обороны. Уже несколько месяцев они помогают защищать округ от атак БПЛА. На одну из тренировок удалось побывать в съемочной группе Девятого канала. Вот это пока плохо. Диаметр одной мишени равен одной угловой минуты. Простым языком примерно 3 сантиметра. Сейчас пока того, что результата, который мы хотим добиться, его нет. Потому что вот эта группа отверстия должны быть максимально близко друг к другу для того, чтобы уйти до 0,2 угловых минут. То есть в идеале те дырки должны быть между собой связаны. Наша задача – научить винтовку стрелка стрелять на километр. А потом уже начинать его обучать по движке. Так проходят тренировки отряда по уничтожению беспилотной авиации староскольской территориальной обороны. Он был создан для защиты округа от атак украинских БПЛА. Отряд новый, несколько месяцев уже работает. Отряд был создан при содействии администрации староскольского округа, белгородской администрации. Мы и обеспечены на данный момент всем необходимым. И в дальнейшем также будет снабжение отряда для максимальной эффективности. Победа будет за нами. Отряд терробороны подготовлен к уничтожению всех видов беспилотной авиации противника. Староскольская администрация с первых дней создания отряда помогает бойцам, начиная от подбора кандидатов до обеспечения материально-технической частью, горючим, автомобилями, продуктами, а также организацией полигонов для тренировок. Сейчас в настоящее время малейший хлопок, стрельба, сами понимаете, это уже волнение людей. Да, мы в любое время можем даже в целях охраны общественного порядка мы привлекаем терроборону и патрулируем улицы и выставляем на торговых центрах, если это необходимо. Вот в случае даже теракт, когда был в Москве, то мы усиливались сотрудниками терроборону и полицию по охране торговых центров и пропускному режиму. Отряд по уничтожению беспилотной авиации противника состоит из опытных бойцов терробороны. Многие прошли не одну военную кампанию, участвовали в специальной военной операции. Допустим, 10 километров обнаружили, какие дальше действия идут? Попытаться вычислить азимут, направление, передать информацию тем расчетам. Иногда попадает так, что когда расчет стоит, мы угадали, там так и стоит. А бывает, что нужно подвинуться и самое главное, потом уже выбрать те силы и средства, которыми ты будешь работать. Бойцы делятся. Кто-то сбил 8 беспилотников, кто-то 14. Подчеркивают, важна работа в команде. И все поражения или успехи общие. Я вырос, родился в Старосколе и защищаю этот город. Я считаю, что староскольцы могут быть спокойны, если мужчины пойдут в терроборону. Все начнут защищать свой город, свою страну. Но если быть спокойным и что кто-то вдруг само по себе решится, этого не произойдет. Поэтому все должны встать на защиту своего города. Встать на защиту своего города можно, обратившись в администрацию Старого Оскола. Мария Шейлипова, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал. Около 10 мусоровозов в скором времени получит Старый Оскол для уборки территории. Об этом сообщил заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк в прямом эфире на своей странице во Вконтакте. Ранее правительство региона анонсировало закупку 124 единиц техники для решения проблем с вывозом ТКО. Первая партия из 20 автомобилей пришла. По словам чиновника, практически половина уйдет в Старый Оскол, вторая часть – Белгородский район. Сейчас идет оформление права собственности и регистрации техники в ГАИ. Я очень надеюсь, что на следующей неделе они уже поступят в муниципалитеты и активно включатся в работу. На этой неделе мы также ожидаем следующую партию, которая придет к нам. Это будут мусоровозы уже с боковой загрузки. Пока пришли мусоровозы с задней загрузкой, которые в городах, к сожалению, не очень эффективны. Следующая партия – это боковая загрузка. И, скорее всего, то количество, которое приходит на эту неделю, оно также пойдет в город Старый Оскол. Также Сергей Довгалюк рассказал, что сейчас ведутся переговоры с другими компаниями по поводу оформления дополнительной техники в лизинг, тоже в собственность правительства Белгородской области. Лев Тигран, переехавший из Старого Оскола в Калининград, уже освоился на новом месте жительства. Тем временем в нашем зоопарке проводят аттестацию на права обмена животными на территории Таможенного союза. В планах пополнить ряды обитателей зверин с обезьянами и жирафами. Лев Тигран уехал из Старого Оскола 20 сентября. До зоопарка в Калининграде добрался спустя четыре дня. Путешествовал царь зверей на пароме Амбал. При перевозке животного введение в искусственный сон не понадобилось. Зверь легко перенес смену локации, правда, немного поранился во время транспортировки, испугавшись гудка парома. Чтобы перенести Тиграна для диспансеризации, пришлось напрячься десятерым мужчинам. Лев весит 242 килограмма. Длина от носа до кончика хвоста – почти три метра. Специалисты отметили, что мальчик крупный и упитанный, причем настолько, что даже УЗИ не сразу смогли сделать из-за шкуры и подкожного слоя жира. Сотрудники зоопарка ожидали, что Тигран, как и все новички, не сразу выйдет в вольер из закрытой зоны. Однако открылась задвижка, и царь зверей тут как тут. С настороженностью начал обхаживать новую территорию. Напомним, льва еще котенком изъяли у уличных фотографов Анапы и передали в частный парк, где он прожил шесть лет. Оказалось, что лицензий на содержание животного не было. И по решению суда Тиграна конфисковали и отправили Старый Оскол на передержку. Целый год подготавливались документы для перевода. Теперь же в Калининградском зоопарке его надеется свести с ольвицей Леей, которая долгое время жила там в одиночестве. А в планах Староскольского зоопарка в обмен на шимпанзе приобрести жирафов и парочку гиббонов. Это малые человекообразные обезьяны. Для этого нужно получить заключение Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, чтобы сохранить эпизоотическое благополучие региона. На днях специалисты ведомства провели аттестацию Староскольского зверинца на право обмена животными на территории Таможенного союза. Сегодня на площади в 10 гектаров содержится 38 видов животных и 22 вида птицы. Всего 310 особей. Интересно, что в России белые носороги есть лишь в двух зоопарках – в Старом Осколе и в Ростове-на-Дону. Причем пара живет только у нас. Мария Шелепова, Анастасия Очкасова, 9 канал. Муниципальный этап спортивного фестиваля «Семейная команда» состоялся в Старом Осколе. В парке «Солнечный» встретились активисты Всероссийского школьного движения «Первых» и их родители. Всего 24 старооскольских семьи. На календаре 52 августа. Именно так ощущалась погода в минувшую субботу. Солнце греет, на небе не облачко, легкий-легкий ветерок. А в парке «Солнечный» громкая музыка, детский смех и соревновательный дух. Муниципальный этап спортивного фестиваля «Семейная команда» начался с динамичной зарядки и представления команд. Соревнования были в формате веревочного курса. Это упрощенная версия игры «Форт Боярд». Командам нужно было проявить ловкость, сообразительность и креативное мышление. Одно из заданий – прохождение лабиринта с помощью радиоуправляемой машинки с завязанными глазами. Куда ехать, говорил напарник. Лево, 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 прямо, 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 лево, лево, лево. Также нужно было попасть мечами в цель. Постоять в планке всей семьей, перенести стакан с водой на подносе, удерживая его только веревочками. А еще участникам предстояло перенести детей сквозь препятствия, не задев паутину. Помимо спортивных локаций были еще фотокросс «Семья первых» в объективе, фитнес-тренировка по зумби, мастер-класс от Всероссийского студенческого корпуса спасателей по оказанию первой помощи. Также можно было поиграть вместе с волонтерами Центра молодежных инициатив и дирекцией парков и скверов. Завершился праздник награждением и раздачей подарков. В соревнованиях приняли участие 24 семьи активистов Всероссийского школьного движения «Первых». Победителем муниципального этапа конкурса стала команда школы номер 27. Семьи Громовых и Мамоновых представят Староскольский городской округ на региональном этапе фестиваля уже в эти выходные. Восемь медалей привезли староскольские спортсмены со Всероссийского турнира по самбо. Золото соревнований взяли три юных самбиста – Александр Паршуткин, Владислав Ласов и Георгий Пауков. Всего на татаме Можайска вышли 150 спортсменов из 30 регионов страны. 14-летний Георгий Пауков успешно выступает как в боевом, так и в спортивном самбо. Спортивное, признается юноше, нравится больше. В нем идет упор на правильное исполнение техник броска и болевых приемов, а удары недопустимы. На Всероссийском турнире Георгию пришлось состязаться с соперниками постарше, но это не помешало Староскольцу завоевать золото. Достаточно непривычно бороться со старшим возрастом, потому что этот год я боролся со своим возрастом. В новой весовой категории боролся, тоже были трудности, не получались свои броски, которые я применял в старой весовой категории. И вот, ну, отборолся хорошо. Восьмилетний Александр Паршуткин на секцию самбо в спортшколу имени Александра Невского пришел вслед за старшим братом Димой. Для мальчика Всероссийский турнир стал первым серьезным соревнованием, но это не помешало Староскольцу одержать победу. Очень упорно тренировался и старался над каждым действием. В первую встречу я бросил прогибом, во вторую встречу бросил подхватом и в финале бросил проходами в ногу. 11-летний Матвей Разуваев с раннего детства интересовался самбо. Любил смотреть соревнования, следил за успехами звезд спорта, а потом и сам решил научиться боевым приемам. На турнире Старосколец стал вторым. В следующий раз планирует привезти домой золотую медаль. Я был не в своей весовой категории, и мне тяжело было. Я думаю, что я этого не дошла. Я мог и лучше бороться. Нужно потренировать уходы с болевых и броски некоторые. Тренер юных самбистов Роман Волошко результатами турнира доволен. Но все же ждет от ребят больше упорства как на тренировках, так и на предстоящих соревнованиях. Дети приходят и формируется из детей коллектив, чтобы была команда, сплоченность. Не все становятся спортсменами, добиваются больших результатов. В первую очередь нужно сформировать коллектив, а по техническому арсеналу, пока не научится ребенок кувыркаться и правильно падать, в дальнейшем тоже ничего не делаем. Для начала должен ребенок научиться падать правильно, чтобы не травмироваться. В октябре старооскольские самбисты выступят на первенстве России по самбо в Нижнем Новгороде. Елизавета Очкасова, Анастасия Проурзина, Александр Савин, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Елизавета Очкасова. Здравствуйте. Ночи в Черноземье стали по сентябрьски холодными. В начале недели заморозки до 1 градуса ниже нуля зафиксировала метеостанция Тамбов. Минус отметили и в двух районах Воронежской области. Во второй половине недели в Черноземье придет тепло с юга. В четверг, 26 сентября, в Старомосколе днем синоптики обещают плюс 21-23. К вечеру температура опустится до 17 градусов тепла. Ночью уже похолодает до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. 731-734 миллиметров. Путни на столбан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова